Глубок уважаемые коллеги, прежде чем начать свое выступление, я хотела бы поблагодарить организаторов настоящего форума за предоставленную возможность принять участие в таком значимом мероприятии. Согласно базе ProGenetics по частоте встречаемости при опухолях всех локализаций, амплификация длинного плеча 8-й хромосомы оказывается наиболее распространенной аберрацией числа копий и встречается более чем в 30% случаев. При этом наиболее значимым геном в этом локусе является прото-онкоген МИК, который участвует во многих сигнальных путях. Согласно данным литературы, частота амплификации длинного плеча 8-й хромосомы, включающего ген МИК, при различных локализациях варьирует. И известно, что при раке легкого частота амплификации длинного плеча 8-й хромосомы очень высока, составляет порядка 85%. При этом частота амплификации гена МИК обнаруживается только в 33% случаев. Также известно, что при раке желудка амплификация длинного плеча 8-й хромосомы наблюдается примерно в 77% случаев, а частота амплификации локуса гена МИК не превышает 18%. Интересно, что при раке предстательной железы амплификация МИК наблюдается порядка в 30% случаев, и при этом показано, что она статистически значимо связана с прогрессированием заболевания, являясь независимым предиктором возникновения рецидива. Что касается рака молочной железы, согласно данным немногочисленных исследований, частота амплификации локуса гена МИК варьирует в порядка от 6 до 54%. При этом, согласно данным последнего исследования, было показано, что высокая частота амплификации данного гена ассоциирована с неблагоприятным исходом, а при хорошем ответе на предоперационную терапию происходит элиминация клонов с амплификацией региона локализации данного гена. Собственно, ген МИК является прото-онкогеном, который кодирует белок, являющийся транскрипционным фактором роста, регулирующим метаболизм, пролиферацию, дифференцировку и клеточный апоптоз. Иными словами, МИК является ключевым транскрипционным фактором роста нормальных и опухолевых стволовых клеток. При этом известно, что данный ген входит в состав коктейля Яманаки, а его избыточная экспрессия обнаруживается во многих новообразованиях и связана с более агрессивным клиническим поведением. Амплификация этого гена является одной из наиболее распространенных мутаций при раке молочной железы и коррелирует с неблагоприятным прогнозом для общей и безрецидивной выживаемости больных. Такая высокая распространенность амплификации длинного плеча 8-й хромосомы в опухолях различных локализаций, в частности при раке молочной железы, а также связь амплификации региона 8Q24 с неблагоприятным прогнозом и химиорезистентностью, показывает значимость изучения копийности данного хромосомного региона для прогрессии опухоли и актуальность исследований в этом направлении. Известно, что в большинстве случаев коамплификация длинного плеча 8-й хромосомы и экспрессия исследуются в плане генов, локализованных в длинном плече 8-й хромосомы. И на настоящий момент не обнаружена работа, в которой бы освещался вопрос изменения транскриптома вместе со статусом амплификации 8Q в процессе предоперационной химиотерапии. Таким образом, целью настоящей работы было изучение изменения транскриптома опухоли молочной железы и статуса амплификации длинного плеча 8-й хромосомы и в процессе предоперационной химиотерапии. В настоящую работу было включено 60 больных с морфологически верифицированным диагнозом рак молочной железы люминального ВП-типа в среднем возрасте 46 лет. Клинико-морфологические параметры пациентов представлены на слайде. Каждый из пациентов получал 4-8 курсов неодевантной химиотерапии. Затем проводилась операция в объеме радикальной или подкожной мастектомии, радикальной резекции, секторальной резекции и так далее. И далее, в зависимости от показаний, назначали одевантную терапию, лучевую терапию и гормональное лечение. Материалом для исследования служили парные образцы биопсийного материала до лечения и операционного материала для каждого из пациентов. Соответственно, из всех образцов была выделена ДНК и РНК. ДНК в последующем использовали при проведении микроматричного анализа для определения наличия амплификации до и после лечения с использованием микроматрицы ЦИТОСКАН-HDRA. РНК, в свою очередь, использовалась при проведении микроматричного анализа для исследования экспрессии генов с использованием микроматрицы Клариума ССС-Хьюман. Для обработки результатов микрочипирования использовали программы хромосом-анализис СЮТ и транскриптом-анализис консоль, соответственно. Было показано, что частота амплификации длинного плеча 8-й хромосома в опухоли больных до лечения составила 62%. Из этих 37 больных амплификация 8-ку в резидуальной опухоли после проведения адевантной химиотерапии сохранилась у 65% пациентов. И кроме этого, еще у 3-х пациентов данная амплификация возникла до нового под действием предоперационной терапии. Это показывает относительную химиорезистентность опухолевых клонов с амплификацией длинного плеча 8-й хромосома. При этом количество дифференциально экспрессируемых генов в опухоли до лечения у больных с наличием амплификации и без нее составило 105 генов. Уже после проведения неадевантной химиотерапии резидуальные опухоли больных с наличием и отсутствием амплификации длинного плеча 8-й хромосомы различались более существенно, более чем по 2000 дифференциально экспрессируемых генов. Также были выявлены топ-10 сигнальных путей в опухоли больных до лечения и после неадевантной химиотерапии с наличием амплификации длинного плеча 8-й хромосомы. Выявлено пересечение по двум сигнальным путям и согласно данным литературы при различных типах на образовании эти два пути вовлечены в регуляцию клеточной пролиферации, дифференцировки, миграции, старения и апоптоза. Далее построение диаграммы вена показало, что дифференциально экспрессируемые гены пациентов с различным статусом амплификации до лечения и после неадевантной химиотерапии пересекаются по 8 генам. При этом, согласно данным литературе, пока известно, что изменение экспрессии генов NBPF4 и PLAT показано при нескольких типах новообразований. Что касается остальных генов, в настоящее время в литературе широко не освещаются данные по изучению их экспрессии при каких-либо типах рака. Далее было показано, что при частичной регрессии количество дифференциально экспрессируемых генов в резидуальной опухоли после неадевантной химиотерапии с различным статусом амплификации 8Q составило 879 генов. На фоне стабилизации количество дифференциально экспрессируемых генов в резидуальной опухоли составило 1321. Соответственно, при стабилизации усиливается гетерогенность транскриптома между опухолями с наличием и отсутствием амплификации длинного плеча 8-й хромосомы. При этом построение диаграммы вена показало, что дифференциально экспрессируемые гены у пациентов с различным статусом амплификации длинного плеча 8-й хромосомы после неадевантной химиотерапии на фоне частичной регрессии и стабилизации пересекаются по 145 генам. Также выделены топ-10 дифференциально экспрессируемых генов с ап и даун регуляцией у больных со стабилизацией и частичной регрессией в зависимости от статуса амплификации 8-ку. Ранее нами было показано, что гены, функции которых связаны с индукцией и поддержанием стволового состояния клеток, то есть гены стволовости, имеют значимую роль в механизмах метастазирования опухоли молочной железы. Было показано, что амплификации генов стволовости дают возможность опухолевым клеткам приобрести способность к переходу из не стволовых опухолевых клеток в стволовые и в дальнейшем осуществлять метастазирование. При этом повышенная экспрессия генов стволовости наблюдалась в резидуальной опухоли у больных с развившимися впоследствии метастазами. По базам данных был отобран 51 ген стволовости, в число которых вошел и ген МИП, который показал экспрессию в дифференцированных опухолевых клетках ин-ситу и в кровотоке у больных с метастазами. Кроме того, показано, что высокая экспрессия этого гена наблюдается у больных с амплификацией длинного плеча 8-х хромосом, где и локализован ген. Выбор генов стволовости осуществляли с помощью биоинформатического анализа баз данных, литературных источников и с учетом сейно-генетического ландшафта опухоли молочной железы. В настоящем исследовании было показано, что по данным диаграммы Вена пересечение 8 из 51 генов стволовости и дифференциально экспрессированных генов у пациентов с различным статусом амплификации длинного плеча 8-х хромосом после проведения предоперационной неодевантной химиотерапии. При этом у больных с амплификацией 8-ку экспрессия 5 из 8 генов повышена в 2-4 раза, а экспрессия генов ТЕРТ, БМП-6 и НАНОК снижена более чем в 2 раза. То есть амплификация региона локализации гена МИК в резидуальной опухоли привела к повышению экспрессии комплекса генов, которые также принимают участие в ВНТ и ТГФ-бета-сигналингах. Таким образом, результаты проведенного исследования показывают большое влияние амплификации длинного плеча 8-х хромосомы на опухолевый транскриптом при раке молочной железы. При этом проведение неодевантной химиотерапии значительно усиливает гетерогенность транскриптома между опухолями с различным статусом амплификации 8-ку. В частности, амплификация длинного плеча 8-х хромосомы приводит к значительному сдвигу уровня транскрипции большого количества генов именно после воздействия химиотерапии. Для многих из этих генов показана роль в прогрессии опухоли. Также амплификация длинного плеча 8-х хромосомы, в которой локализован ген МИК, приводит не только к повышению экспрессии данного гена, но и к повышению факторов ВНТ и ТГФ-бета-сигналинга, играющих ключевую роль в эпителиальном изнохимальном переходе и выходе опухолевых клеток из репликативного старения, обусловленного воздействием химиотерапии. Настоящая работа проведена при сотрудничестве лабораторий онковирусологии и отделения общей онкологии и неонкологии Томского НИМС. Разрешите выразить благодарность руководителям и сотрудникам представленных отделений и поддержана грантом РФФИ. Благодарю за внимание.